Роман Булгакова Роман Булгакова Естественно, я готов. Хотя я сразу предупреждаю, что теоретическая физика здесь исключительно простая. Но это имеет, в отличие от квантовой теории Поля, это может иметь какие-то последствия для реальной жизни. Ну и, наверное, поэтому это более интересно, как я понимаю, для этой аудитории Значит, ну хорошо, я буду вот этим пользоваться Значит, что я буду рассказывать опять Я постараюсь избежать всяческих уравнений Я только единственную одну страничку с уравнениями приготовил Специально думая, что черняк спросит меня что-то про уравнение Иначе как теоретический семинар без уравнения, это как-то неправильно Ну, поскольку я сказал, что мотивация это как бы в каком-то смысле идет из реальной жизни Я вот недавно нашел интересную страничку по тому, как распределение, как энергия, потребляющаяся сейчас в электронике Я расскажу про это, хороший слайд Дальше я напомню какую-то совершенно... Да, я должен извиниться у меня... Ну, не извиниться, я должен сказать, что у меня все на английском написано Потому что я решил, ага, я потом это буду использовать для студентов Но говорить я буду на русском Говорю на русском Значит, я напомню какую-то совершенно такую физику из университета, совсем почти школьную Напомню историю про квантовый эффект Холла, про графин И вот, наверное, расскажу вещи, которые относительно новые Ну, топологический изолятор уже не новая история Ну, скажем так, 10 лет назад появилась Про Черновский изолятор, Вейлевский металл и киральную аномалию Значит, вот это вот как бы план, да Значит, вот это про потребление слайд, который... Очень хороший слайд, когда вы подаете на грант Это очень полезный слайд для этого Значит, про того... Ну, во-первых, интересная вещь Да, это источник, вот это 14-й год, был специальный анализ в 14-м году проведен То есть сейчас уже, соответственно, мы 2 года позже живем Значит, сколько энергии... Во-первых, сейчас утверждается, что средний айфон использует энергии больше, чем холодильник, домашний холодильник Но, конечно, надо сосчитать энергию, которую использует айфон И всю энергию сетей и всех центров, передающих центров вместе И пересчитать на айфон Утверждение, что сейчас это больше, чем средний холодильник Распределение потребления энергии Значит, вот это сети Тут единицы, я не знаю, видите или нет Это терават ао в год Это всевозможные сети, которые растут больше всего Все на уровне 200-300 Значит, ну, собственно, приборы, телефоны и так далее, компьютеры И вот то, что называется дата-центры, они тоже примерно все одинаково используют Все вот это вместе растет Во-первых, это примерно сейчас 7% Сейчас это даже немножко больше, чем 7% полного... Удивительно, цифра меня поразила Вот вся вот эта вот коммуникационная информационная технология Использует 7% полного потребления электричества в мире Более того, оно растет примерно в два раза быстрее, чем потребление электричества по всем остальным То есть, ну, если проэкстраполировать вперед там на 10-15 лет, то страшное дело Понятно, что это где-то должно насытиться Ну, и в этой связи, конечно, токи без диссипации, особенно в электронике, они важны Значит, теперь к физике Я возвращаюсь к физике Значит, история вообще очень простая Вся вот эта история, которая возникла последние 10 лет Хотя она в действительности не возникла не 10 лет А как я скажу, что она возникла 30 лет назад Она очень простая Во-первых, взаимодействие между электронами неважное Все эффекты, которые в основном играют роль, это одночастичные эффекты И вся физика фактически связана с тем, что когда электроны движутся в твердом теле Они движутся в каких-то периодических потенциалах Андуляторах Но квантовых Да, и вот эта вся физика с этим связана Значит Значит Ну, какое-то Я хочу какое-то Просто потому, что мне удобно Удобно рассказывать Удобно рассказывать Я напомню какие-то совершенно школьные вещи про электронику Я не сомневаюсь, что практически все в этой аудитории знают это Но я хочу напомнить Значит Я хочу напомнить, что такое Изоляторы, металлы Полупроводники Полуметаллы Суперконтакторы И бесщелевые суперконтакторы Сверхпроводники Сверхпроводники Ну, просто, чтобы дальше понимать, о чем идет речь Значит Я специально подчеркиваю, что это То, что называется Зонные изоляторы Да Скажем, зонные изоляторы Потому что, ну, известно, что Если есть еще взаимодействие То есть другие изоляторы Есть мотофские изоляторы Есть андерсоновские изоляторы Совсем другие изоляторы Но все другие изоляторы Они связаны с взаимодействием между электронами А это просто вот совсем простая вещь я хочу вот на этой простой вещи остановиться да значит ну как я сказал что вот в чем вся физика в чем вся физика этой истории состоит она очень простая да если есть какие-то вопросы пожалуйста перебивайте меня и спрашивайте иначе у меня всего 20 слайдов и я кончу за 20 минут и и все тогда может это и хорошо может это и хорошо ну и да и нет потому что ну в каком-то смысле да андерсон вский да я согласен но обычно не бывает чисто андерсон вских они всегда андерсон вский моторский но но да технически да вот спасибо да это я две минуты я потратил не но это правильное замечание конечно значит но но я рассматриваю сейчас идеальные системы значит вот есть какой-то периодический потенциал электрон движется в этом потенциале электрон естественно не релятивистки в смысле смысле того что его скорость много меньше чем скорость света настоящая скорость света и поэтому это квадратичная диспет дисперсия она переходит в какую-то дает какую-то зонную структуру из-за дифракции на этом периодическом потенциале дальше типичная зонная структура состоит из многих зон и вот если смотрите вот есть какая-то нижняя зона их много много может быть зон внизу нижняя зона, которая заполнена синеньким, верхняя зона, может, я буду палкой пользоваться, нижняя заполненная зона, верхняя зона, химический потенциал где-то посредине, значит, это энергия от импульса, то это то, что называется зонный изолятор. Почему он изолятор? По простой причине. Вы прикладываете электрическое поле, а электроны, которые сидят здесь, я маленьким полем, я их сюда перебросить не могу. Мне надо приложить хорошее поле, чтобы туда перебросить. То есть не возникнет линейного отклика на поле. Физический вакуум, как в этой аудитории, наверное, хорошо известно, что это типичный зонный изолятор со щелью 2 мегавольта. Хороший твердотельный изолятор. Он имеет типичную щель 4 электрон-вольта. И то, что называется полупроводник, но это тоже изолятор, только с маленькой щелью. Это щель меньше вольта, иногда это там 20 милливольт, 40 милливольт. Вот эти типы вольт. Это изолятор. Физический полупроводник, который с ней имеет полтора вольта. Хорошо, полтора, ну с такой точностью. Хорошо, спасибо. Полтора вольта, да. Что? О, да, 0,5, я прошу прощения. Да, я имел 2 мс квадрат, да. Спасибо. 2 мс квадрат. 2 мс квадрат, да, я что-то это... Ошибся. Спасибо. В экспоненте же стоит. Ну, стоит в экспоненте, это много, да. Это много. Значит, то, что называется металл. Металл, ну, вся та же самая, конечно, зонная структура, но у вас химический потенциал сидит где-то в разрешенной зоне. Ну, либо здесь, либо здесь, неважно. Ну, и тогда что возникает? Тогда, естественно, вы прикладываете небольшое электрическое поле, электроны могут сразу чуть-чуть, тут у них куча места, чтобы подняться наверх. Тогда у вас возникает ток, который пропорционален электрическому полю. Это нормальная металлическая проводимость. Это первое. Второе, естественно, значит, имеется то, что называется поверхность ферми. То есть, вот, скажем, есть какая-то поверхность, которая охватывает заполненные состояния в импульсном пространстве. Площадь поверхности ферми – это не ноль какая-то. Ну, и вот это обычный металл. Теперь то, что полуметалл. В полуметалле обычно ситуация такая. Хотя, это тут терминология, она немножко не такая, потому что, скажем, висмут называется полуметаллом. Хотя, по этой классификации это металл. Обычно, если поверхность ферми маленькая, то уже называется полуметалл. Но это уже все детали. Но вот я буду вот это называть полуметаллом, когда вот так вот выглядит. И фактически площадь поверхности ферми – ноль. Это полуметалл. Графин – это типичный полуметалл. Теперь, сверхпроводники. Ну, сверхпроводники, значит… Ну, во-первых, в сверхпроводнике, как вы понимаете, дисперсия точно такая же, как в изоляторе. У вас есть щель, два дельта. Ну, здесь дельта, конечно, не электрон, вольт поменьше, но тем не менее, у вас есть щель. И одночестичный спектр точно такой же, как в изоляторе. Ну, значит, есть стандартный вопрос. Когда-то это был на квантовой физике вопрос на засыпку. А почему же он сверхпроводит, а изолятор не проводит? Ну, я надеюсь, что все в этой аудитории знают, почему. Поэтому я… Ну, фактически, почему? Потому что здесь, в этом случае, в случае изолятора, эта щель связана с взаимодействием с решеткой. А здесь эта щель связана с взаимодействием между электронами. И поэтому здесь, если я двину все электроны как целое относительно решетки, ничего не изменится. И поэтому он сверхпроводит, естественно. Теперь, ну, есть то, что называется бесщелевые сверхпроводники. И бесщелевые сверхпроводники, значит, фактически, чем отличается он от щелевого? Тем, что щель в каком-то направлении в импульсном пространстве зануляется. Ну, типичный пример бесщелевого, ну, не сверхпроводника, но фактически сверхпроводника есть сверхтекучий гелий-3 при миликельвинах. Там щель зануляется в каких-то направлениях. Поэтому, строго говоря, в каком-то направлении вот-вот все будет так. Но, тем не менее, он все равно сверхпроводит бесщелевые сверхпроводники. Сейчас известно довольно много настоящих бесщелевых сверхпроводников. Все купраты, бесщелевые сверхпроводники, они все сверхпроводят. Ну и, конечно, ток течет без сопротивления в сверхпроводнике. Дальше. Какой механизм сопротивления в обычном металле? Почему, когда ток здесь течет, почему это все греется? О, я, кстати, забыл еще сказать, но это тоже, когда я показывал эту картинку про электронику, про потребление электричества в самом начале. Ну, это для меня было новым, но есть другая новость, которую, наверное, все знают, что скорость всех процессоров, тактовая частота всех процессоров в последние 10 лет практически не растет. И причина, по которой она не растет, именно нагревание. То, что уже меньше сделать нельзя, тепловыделение лимитирует частоту. До этого она росла экспоненциально, скажешь, со временем, скорость процессоров, тактовая частота. И 10 лет назад она просто вот так вот, ну, в логарифмическом масштабе вышла на полку. Вышла на полку. Именно по нагреванию. То есть это, как бы, это, наверное, самая главная мотивация. Не 7% потребления, а то, что тактовая частота перестала расти. Ну, и также еще простая вещь, тоже, наверное, следует сказать, что сделать электронику, ну, простая идея сделать электронику на сверхпроводнике, да. Но она не может работать по двум причинам. Во-первых, надо сильно охлаждать. А во-вторых, надо... Размер куперовской пары большой. Он больше, он реально больше, чем размер транзисторов современной электроники. То есть про это можно забыть. Значит, да. Какой механизм сопротивления в нормальном металле? Ну, он тривиальный. Вот электрон летит, тут какая-то примесь. Это примесь какая-то, дефект решетки или просто температурная флуктуация решетки. То есть фонон не имеет значения. И этот электрон отталкивается, бежит назад, и все. Такая банальная, банальная, банальный механизм для сопротивления. Ну, тогда вопрос. Значит, возможно ли сделать так, чтобы ток тек без сопротивления, но не суперток, а обычный ток. Без сверхпроводящего спаривания. Ну, и как вы понимаете, известная формула, что все новое – это хорошо забытое старое. И ответ известен. Ответ известен уже почти 40 лет. Это квантовый эффект Холла. Квантовый эффект Холла. Вот это просто экспериментально. Да, я честно признаться, поскольку доклад такой, что он вообще, я обещал махать руками, половину слайдов я просто скачал с интернета. Поэтому я не даю никаких ссылок. Я не знаю, из какой это конкретно статьи. Может, это первая статья Критцега, может, я не знаю. Но, смотрите, вот. Это картинка. И тут, ну, как функция магнитного поля. И тут есть, ну, как вы понимаете, в эффекте Холла есть... Значит, что такое эффект Холла? Вы берете кусок образец, прикладываете магнитное поле перпендикулярно, прикладываете напряжение, ток течет вдоль, и в магнитном поле он немножко течет поперек. Поэтому у вас возникает сопротивление продольное, ну, и сопротивление такое поперечное, холовское. И вот тут, ну, давайте посмотрим на продольное. Вот смотрите, оно в каких-то кусочках просто ноль. Просто точный ноль. Ну, естественно, ну и дополнительно еще вот это вот поперечное сопротивление, оно там квантуется так, как оно должно квантоваться в квантовом Холле. Вопрос. Почему ноль? Почему, действительно, тут никакого сверхпроводящего спаривания нет? Почему сопротивление ноль? Ну, тоже хорошо известно, это там 40-30 с лишним лет назад. Смотрите, как устроены траектории. Как устроены эти траектории, вот ваш двумерный образец. Вот так смотрит магнитное поле. Значит, дальше у вас внутри образца есть какие-то вот такие ларморовские кружочки. Электроны движутся по кружочкам. Но когда электрон движется по кружочкам, его очень трудно сдвинуть. И поэтому, если вы туда какие-то дефекты засунете, примеси, ну, ну, то возникнет эта самая андерсоновская локализация. Они пришьются. Поэтому внутри вот эта штука есть нормальный андерсоновский изолятор. Ток там течь не может. А вот этот вот электрон, который с края, смотрите, он вот так отразился от края. В магнитном поле так, так, так. Вот так он проходит. И в чем состоит фокус? Фокус очень простой. Если вы сюда поместите примесь, ну, вот смотрите, вот край, вот он идет, пусть он где-то отразился от примеси, но он все равно повернется и будет идти вперед. У него нет другого пути. Потому что квантового состояния, движущееся назад, просто в задаче нет. Как квантового состояния. Это в отличие от того, что в нормальном куске металла, вот он назад отразился и пошел. А тут квантовая механика, ну, вместе с магнитным полем не позволяет. И поэтому вот это происходит. Ну, это как, это физика там 40-летней давности. И фактически вся дебютная идея, все, что я буду рассказывать дальше, это вот она. Так у вас, по-моему, там нам отличность с одной стороны, а это не так, а там ухажена. Что-что? Ну, по одной из губляний, на булгавлении то же должно быть. А, правильно, да. Ну, я прошу прощения, я содрал это с интернета, не посмотрел. Конечно, конечно, да. Она движется здесь тут, да. Ну, да. Но, я надеюсь, я донес идею. Не имеется в виду, педеноса никакого нет в этом смысле. Полный тот. Ну, во-первых, ну, это правильно. Но, во-первых, тут можно это и да. Тут картинка, действительно, картинка неправильная. Я просто не думаю, с интернета скачал. Спасибо. Я не посмотрел на вторую часть. Вот. Сейчас, ну, я перейду к этому. Я понимаю. Ну, во-первых, для квантового холла известно, надо делать немножко, они называют геометрией четыре терминала, чтобы мерить. Они это знают, как это делать. Но я, это вопрос справедливый. Я, когда перейду к топ-изоляторам и Черновским, там нет такой неоднозначности. Нет такой. Но идея, что некуда назад оттолкнуться, я надеюсь, вот эта идея понятна, отразится. Это, собственно, да. Ну, замечательно, да. Дальше. Теперь, да, в принципе, если бы... Смотрите, в принципе... Может, я вернусь назад, да? В принципе, это люди понимают, что, конечно, если взять, значит, обычный холл-эффект, вот на обычных полупроводниках, там очень низкие температуры. Теперь, опять же, известно, это не последний... Ну, лет пять назад восемь было сделано. Если вы возьмете графин, то там, в принципе, квантовый холл виден даже на комнатной температуре. И, казалось бы, это можно использовать в электронике. Но плохая новость, что там нужно 40-50 Тесла. И это как-то не сильно хорошо для электроники. То есть не работает эта идея вот в таком практическом смысле. Вот. Сейчас, ну, все-таки вот постановка-то катает, что вот у вас уже приложено напряжение в одном направлении. Да. А вы измеряете, как бы, эффективное сопротивление поперек? Ну, я могу мерить, ну... Сейчас я не хочу в это вдаваться, в эти детали. Это все равно же есть за счет другой... Нету. Диссипации. Ну, вот прямо это экспериментальные... Это просто нету диссипации. Ну, вон, вон, ступенька-то есть. Да. Это ступенька, когда... Когда пересекает... Когда этот уровень Ландау пересекает фермии. Уровень фермии. Тогда возникают действительно неприятности. Это правда. Но есть промежутки, где вот... Ну, там много людей занимались пару десятилетий, чтобы... Я не хочу всю эту науку рассказывать. Я на уровне идеи махания руками. Тем более, что... Тем более, что для топ-изоляторов, и особенно для черновских, это неважно. Там будет проще. В каком-то смысле. Да? А я хочу туда перейти. Дальше. Спиноорбитальное взаимодействие. Спиноорбитальное взаимодействие. Вот смотрите. Представьте себе, что у вас есть какой-то... Какой-то кусок материала. Опять же, обычно, когда учат квантовую механику, это проходит в ядерной физике. В Ландау в третьем томе это написано по отношению к ядрам. Значит, потому что ядро – это кусок материала. И какой-то у вас нуклон движется по периферии ядра. Вот. Ну, а теперь пусть у меня какой-то кусок материала. И тут электрон движется по периферии вот этого куска материала. Значит, как устроена спиноорбита кинематическая? Спиноорбитальное взаимодействие, значит, во-первых, оно должно зависеть от спины электрона. Ну, и в случае ядра – от спинонуклона. Оно должно зависеть от импульса этого электрона и от единичного вектора, который перпендикулярен поверхности. И вот это вот единственная кинематическая форма, которая возможна, чтобы написать спиноорбитальное взаимодействие. Это как спиноорбита в ядерной материи объясняется в Ландау в третьем томе. Значит, кстати, обычно в конденсменте это называется взаимодействием ражба. Хотя это было известно задолго до ражбы. Вот, значит, да, обычно, опять же, в конденсменте, обычно это так, смотрите, если я возьму какие-то конкретные оси, допустим, N у меня направлен по оси Z, то я могу написать так, а дальше я могу сделать унитарное преобразование, и обычно это пишется как S dot P. Ну, то есть всегда можно переобозначить оси в импульсном пространстве. Правильно, ну, хорошо, но не хочу я сейчас эти математические, я обещал без уравнения, а тут, правда, это, конечно, не уравнение, но тем не менее. Вот, значит, и поэтому, если, тогда возникает вопрос, ну, конечно, это спинорбита, а у меня есть еще какие-то другие, есть просто кинетическая энергия этого электрона, есть много чего, возникает вопрос, а можно ли сделать так, чтобы гамильтониан был вот этим вот. Вот ничего другого нет, вот, а все остальное много меньше. Чтобы спинорбита была не поправка, а просто вот все давала. Если это так, то у меня возникнет вот такая вот дисперсия, потому что это как бы вот уравнение Дирака. И тогда у меня возникнут токи без диссипации. И вот к этому я перехожу, значит. Опять, это идея пока, к этому я перехожу. Ну, можно я к этому, да, ток будет замкнутый, но можно сделать так, чтобы он был, можно, ну, опять, я перейду к этому, ладно? Значит, мне важно сделать квантовые состояния, которые не диссипируют, которые не диссипируют. У вас, как бы, любое квантовое состояние, если у него стационал, ну, не диссипируют. Ну, оно... Ну, хорошо, ну, я не могу вообще... Я могу ответить начать на это, тогда я перейду, у меня это в программе есть. Да, ну, справедливый вопрос, абсолютно. Вопрос справедливый. Значит, графин. Ну, графин, это вот такой монолейер, один этот, из углерода, это графин. Вот эта картинка, тоже скачанная с интернета, надеюсь, что все хорошо здесь. Значит, чем графин замечательен? Чем графин замечательен? Значит, вот его решетка, и фактически это две смещённых треугольных решетки. Две смещённых треугольных решетки, и раз есть две смещённых треугольных решетки, у вас в элементарной ячейке есть, как бы, два разных атома. Хотя и то, и то углерод, но есть два разных атома. И раз у вас есть два разных атома, это как двухуровневая система, вы можете описывать их каким-то псевдоспином. Это не настоящий спин, это не спин орбит, это просто какой-то псевдоспин. Имиат. Что? Как имиат. Хорошо, да. Значит, и тогда смотрите, чтобы, да, да, зона бриллиона вот этой штуки, треугольной решетки, она вот такая вот, это зона бриллиона треугольной решетки, это шестиугольник. И тогда, оказывается, если, ну, дисперсию сосчитать, вот дисперсия, дисперсия вот графина, она вот так вот выглядит, да. То есть, как бы вот в каждой вершине, в каждой вершине, значит, шестиугольника есть дираковский конус. Есть вот такой вот дираковский конус. Это просто вот простой расчет для этой решетки выдает такой ответ. Значит, опять, конечно, настоящих конусов не шесть. Настоящих конусов два. Потому что, смотрите, я должен жить только внутри вот этого шестиугольника. Тогда и у меня есть состояние вот один, два и три, которые тут будет одна треть конуса, тут будет одна треть конуса, и тут одна треть конуса. И у меня есть состояние, которое сопряжено почетности. Допустим, К1 штрих – это отражение К1. То есть, у меня эффективно возникает два полных конуса, дираковских конуса, которые сопряжены почетности. И вообще это как бы два дираковских конуса сопряженной почетности. Это вообще как бы краеугольный камень всей этой истории. Ну и дальше, если вы пишете гамильтониан, то гамильтониан вблизи конуса. Он пишется так, очевидно, потому что ничего другого вы не можете написать. Если вам нужна линейная дисперсия, то гамильтониан... Потому что вы не можете написать просто... Гамильтониан обязан быть аналитической функцией импульса. Поэтому просто P по модулю написать нельзя. Вы должны написать σ, который вот этот вот псевдоспин, который идет от двух решеток на P. Это нормальный дираковский гамильтониан без массы. Ну или вейлевский гамильтониан без массы. Но только P, конечно, здесь не настоящий импульс. А P это отклонение вблизи конуса. Это отклонение. Значит, это дираковский гамильтониан. Ну и, наверное, в этой аудитории все помнят, что если у вас ультралитивистская частица летит, то за счет того, что спиральность сохраняется, у вас рассеяние в бок сильно подавлено, а здесь частица абсолютно, она совсем ультралитивистская, то мобильность графина очень высокая. Потому что это подавляется, но не до нуля. То есть он вполне имеет маленькое, но конечное сопротивление графин. Ну и потому что у тебя договоренность четности, это не настоящая четность. Это преобразование. Ну, верхнего, как бы, таки, военно, красного сильного. Но сильный – это не настоящий спин? Нет, простите, нет, 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 чтобы не было путаницы. Во-во-во-во-во-во. Есть, есть псевдоспин, который две под... А есть еще изоспин, который четность. Настоящий спин. И есть настоящий спин. То есть всего есть три спина, три спина, одна, вторая. Еще раз, еще раз, это три спина. Есть то, что называется изоспин, это четность. Есть псевдоспин, это две подрешетки. И есть настоящий спин, он всегда с нами, у электрон. Два конуса, может, мне надо было нарисовать. Еще раз повторяю. Вот эти шесть конусов, они... Шесть частичных конусов, они эквивалентны двум полным конусам. Двум полным конусам. Изоспин. То есть это как бы три спина по одной второй. Три эффективных спина по одной второй, да? Но изоспин он вам не важен, да? Э-э-э. Да, да, до поры до времени. В графине он мне не важен. Значит, теперь идея топологического изолятора, которая вот как бы... Вот это сложный вопрос, потому что дальше вот начинаешь идти в... Ну, все новое есть хорошо забытое и старое. Потому что начинаешь идти раньше по времени. Есть работы... Лев, я забыл, эти авторы, которые вот... Без массы, которые эти краевые состояния предлагали. Эффективные генетмены? Да. Нет, 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 до этого, русская группа. А? Там? Не-не-не, после тама. А, Волков-Панкратов. Волков-Панкратов. Но... Значит, поэтому, ну, вот обычно отсюда люди берут, как история берет начало, считается. Значит, и что эти люди сделали? Кейн и Мелли, они фактически задачу решили грубой силой. Они взяли вот этот гамильтони... Квантово-химический гамильтониан графина, добавили туда спинорбиту. Ну, сделали графин конечного размера, там, 70 на 70. И просто диагонализовали задачу, и нашли уровни. И что оказалось? И что оказалось? Графин это что, сигма-п который, да? Сигма-п, но сигма это псевдоспин. А они добавили сигма настоящей спинорбиту? Ну, вот я вот здесь начну рассказывать, потому что как они добавили здесь... Это такая компьютерная диагноз... Если я начну рассказывать про их работу, это надолго-надолго займет. Они добавили настоящую спинорбиту. Настоящую. То есть, в этом смысле, размерность пространства увеличилась? Конечно, да. Да. И вот что они увидели? Что у вас есть... Во-первых, вот эти вот, вот эти вот, это как бы то, что в объеме возникло. Если бы спинорбиты не было, это был бы один и другой дираковский конус. Вот, два дираковских конуса. Но что они увидели в результате этого численного счета? То есть, что на поверхности, на крае графина возникают два состояния, вот таких вот. Они текут только по краю. Потому что сейчас, если у меня химпотенциал здесь, то в объеме у меня ничего течь не может. Это нормальный зонный изолятор. А по краю ток может течь. И удивительным образом, оказывается, для электронов, которые идут с положительным наклоном, с положительной скоростью, спин направлен вверх. А для электронов, которые идут с отрицательной скоростью, спин всегда направлен вниз. И это прямо то, что я хотел. Вот я, помните, я говорил, что хорошо бы иметь гамильтониан сигма... Сигма-эн-кросс-пэд. Вот это он прямо и есть. То есть, теперь для этих электронов, которые по поверхности бегут, это есть полный гамильтониан задачи. Ну и дальше, вот мы сделали какую-то потом модель, уже много позже, но зато эту модель можно давать студентам на третьем курсе. Вот это вот, у вас есть гамильтониан графина. И вот тут, вот тут, значит, вот этот четность входит префактором. В действительности, скорость дирака, дираковская скорость от конуса до конуса меняет знак. Кроссинг меняет знак, и вот эта вот штука дает в объеме, ну по площади, она дает щель, а вот оказывается, что в этой модели не так, не вот такой кроссинг, а вот такой кроссинг. Но вот у вас возникают состояния, которые, у вас возникают состояния, которые, значит, могут, с каждым спинном могут бежать только в одну сторону. Никакого внешнего магнитного поля нету. Значит, и все, и вот тут уже наступает, если так, то наступает полное счастье. Потому что, смотрите, если у меня, если у меня нет магнитных примесей, нет магнитных примесей в задаче, то есть спин у меня, электрон вот бежит по краю, он сталкивается с примесью, но спин он перевернуть не может, настоящий спин, перевернуть не может, нет магнитной примеси. А состояния с таким же спином, движущего в противоположную сторону, нет. И поэтому ему некуда рассеяться. И тогда я получаю ситуацию как в квантовом холле, но только много лучше, потому что у меня никакого беспорядка нет, связанная там с Андерсоновской локализацией. Система идеальная, и я получаю, я получаю, значит, я получаю, значит, вот эту штуку. И смотрите, если теперь я вот, и вот теперь это уже ответ на этот вопрос, значит, если я теперь приложу напряжение поперек топологического изолятора, значит, вот здесь у меня потечет ток, но он будет только течь за счет электронов, которые со спином вверх, тут потечет ток за счет электронов, которые со спином вниз, но ток у меня потечет без сопротивления. Сейчас, ну, все-таки вот вы говорите про примес, что магнитный, если магнитный примеси нет. Да. Но вы вели в гамитамиан с тем, который, ну, включает взаимодействие спина там с, ну, что-то, осталось. Псевдоспин, да? Да. А псевдоспин там с тем, ну, и дальше вы какую-нибудь немагнитную примесь в это вставите, а она через эти взаимодействия будет у вас и спин переворачивать, да? Справедливо, да. Справедливо. Теперь, и поэтому есть вопрос. Ну, можно я вот, да, это правильный вопрос. И вот, значит, ну, во-первых, я хочу сказать на уровне вот идей, что у меня на каждом теперь крае вот возникает такой гамильтониан. И как только я написал, где сигма, сигма уже, я прошу прощения, вот здесь сигма стоит для настоящего спина. Это не псевдоспин, настоящий спин. Вот. И тогда у меня на каждом возникает вот этот дираковский, дираковский, а рассеяние там невозможно. Значит... То есть, где на самом деле все вот эти прибамбасы, там, на графинах, они в общем... Не нужны. Топологически... ...край, чтобы у меня было сильное скачок, где-то поле внутри. Абсолютно. Направлено на русу. Вектор Н. Искально, где-то настоящий? Топологический изолятор, топологический изолятор можно реализовать. Исторически это началось с графина, но его можно реализовывать. И он реализован и без графина, на полупроводниках его уже можно реализовать. И более того, не исключено, что то, что называется топологический изолятор, можно и без топологии реализовать. Важно, что вот возникает такое одномерное состояние. Но мне графин был дорог, потому что я хочу к черновскому изолятору перейти. Если бы я рассказывал только про топологический изолятор, я бы, наверное, графин не стал упоминать. Но вот для чернов мне важен графин. Когда спиновый эффект холла, там тоже есть по ней, если цилиндрический проводник, то это взаимодействие на этапе... Ну, конечно, я могу и спиновый эффект холла с этим, Саша. Это же не того, спиновый эффект холла, а там наши ленинградские грузы, классики, там в инстаграме Гавахи все это описали. Не-не-не-не-не-не, но это, значит, эти, как это, Миша Дьяконов и Перель, да. Правильно, но это нет, там у них жуткая диссипация, это не связано. Там разные варианты есть, но факт, что когда именно оберешь этот цилиндрический проводник, и у них играют, что тут спиновый эффект, и вот так вот, так сказать, это не так. Сейчас, оригинальная работа Дьяконов и Переля, дальше, что, какое было развитие, мы можем обсуждать, и до сих пор люди там тонны статей пишут. Но оригинальная работа Дьяконов и Переля, просто берешь полупроводник, туда набрасываешь эти самые всякие примеси, есть спиноорбитальное взаимодействие, и на каждом спиноорбитальном взаимодействии есть рассеяние право-лево, как хорошо, хорошо знаю. И они просто вот так диффузионно в одну сторону движутся. Это оригинальная работа Дьяконов и Переля. Да, разумеется, филологический проводник, то у тебя возникают поверхностные токи. Ну, у них не было, у них в балке, ты сослался на Дьяконов и Переля, я говорю, у них этого не было. Ну, неважно, сейчас уже, вот я не читал доклад этого Дьякова, а он мне эти картинки рисует. Хорошо. И плоскую рассматриваю. Хорошо. Но мне-то дорог не спиновый, мне дорог настоящий электрический ток. Я хочу электронику сделать. Ну да. Я хочу электронику сделать, Саш. Поэтому я могу обсуждать спиновый ток, но я не хочу сейчас. Мне нужен настоящий ток. И здесь потечет хороший, нормальный электрический ток. Значит, проблема. Да, этих самых топологических изоляторов сейчас как грязи, тонны. Но реальная проблема, что все они работают, во-первых, на низкой... Да, топологический изолятор может быть двумерный, это что я рассказал. То есть он двумерный, а ток течет по краю. Либо трехмерный, а тогда ток течет по поверхности. Трехмерный не помогает. В трехмерном на поверхности будет сопротивление небольшое. Маленькое, но конечное. А в двумерном работает точно. Это логика. На бумаге. Я когда говорю, работает на бумаге. В реальной жизни, конечно, она не работает по одной причине. Потому что все существующие топологические изоляторы, они не изоляторы. У них есть большой ток, у них плохое качество материала, и ток течет по... Вот здесь вот. Вот здесь вот. И вот это реально большая технологическая проблема. Все дня они между двумя, которые рассеиваются, да, и пошло-поехало. Ну, пошло-поехало. У тебя есть что-то, наверное, течет без сопротивления. Хотя очень трудно это померить. Но можно как. И что-то тут жуткая диссипация в объеме. Закарачивает ли нет? Насколько я понимаю, нет. Почему в полу-проводнике закарачивает эта жидкость? Ну, не исключено, что это хороший вопрос. Я не знаю ответа, честно признаться. Я не знаю ответа, что рассеяние взаимодействие. Ну, в общем, реально пока это не работает. Все это на уровне идеи. Хотя люди пытаются это сделать и... Ну, что светлогенки в электронной России не включишь, а он ничего не попросит. Конечно. И все, значит, попросит. Не-не-не, если... Минуточку. Если ты включишь электронно-электронное... Я немножко расскажу, скажу про электрон... Электронно-электронное взаимодействие само по себе качественно ситуацию не изменит. Нет. Электронно-электронное не меняет. Примеси. Меняют реально, если у вас есть тут беспорядок и примеси. Какие-то токи текут. Но можно я перейду дальше к черну? Потому что, значит, я действительно любопытные вещи про черну рассказать и про Веля и про... И это действительно новые вещи, в отличие от того, что... То, что я рассказывал до этого, это там 5-7 лет назад. А вот сейчас я хочу рассказать про относительно новые вещи, которые тоже связаны... Черн тоже связан с токами без диссипации. Значит... Ну, а все-таки это чисто теоретическое подвижение, да? То есть реально, например, топологический изолятор, как его называли? Топологический изолятор, его, в принципе, имейте, не наблюдать. Ну, как? Нет. Есть много соединений, которые называются топологическими изоляторами. Но у них жуткий, жуткий, как это, ток утечки. Поэтому реально с ним работать, это, ну... Все идеи это подтверждает. Но работать с ним нельзя, электронику с ним нельзя делать, потому что есть... Экспериментально подтвердить нельзя, да? Точно? Нет. Подтверждаешь экспериментально вот эти состояния, которые бегут по поверхности, по краю, без сопротивления. Но есть жуткая утечка в балке. И все. И это убивает, в смысле приложений пока. Хорошо, значит, Черновский. Опять, ну, поскольку вопросы топологических их много, я поэтому не приводил. Черновских не так много. Вот висмутилурат, это один из них, то есть магнитно... Висмутилурат допированный... А, у меня не попало, почему. Так, по-моему, хромом, магнитным хромом, по-моему, допированный. Это один из черновских изоляторов. Значит, в чем состоит идея черновского изолятора? Значит, это интересно. Да, во-первых, черновский изолятор может существовать только в двух измерениях. Топологический в двух и в трех. Черновский только в двух. Значит, это первая вещь. Вторая вещь, что топологический изолятор никак не связан с нарушением Т-инвариантности. Черновский связан с нарушением Т-инвариантности. То есть, вы можете сделать черновский изолятор, либо приложив магнитное поле к системе, либо добавив какие-то магнитные примеси в систему. Вот, скажем, в этом случае это магнитный хром был немножко добавлен сюда. Да? Значит, но в чем состоит идея... В чем состоит идея, значит, этого самого... Слушайте, это я убью, потому что, поскольку это Windows, они все время хотят какие-то апдейты установить. Значит, ну вот я буду... Я не хочу рассказывать всю общую науку про черновские изоляторы. Вот у меня аспирант был, Томми Ли, который только что закончил. И вот он сделал очень красивую модель. Опять это можно рассказывать. Ну, этот гамильтониан решается на уровне тривиальной квантовой механики на третьем курсе. Значит, вот если вы возьмете такой гамильтониан, опять, очень похожий... Вот если возьмете только этот член, то это графин. Если возьмете вот этот и вот этот, это топологический изолятор. А давайте добавим еще вот этот и вот этот. Как вы видите, они прямо нарушают... Ну, вот этот, очевидно, нарушает временную инвариантность. То есть он как-то за счет внешнего магнитного поля устроен. Да? Вот этот гамильтониан, его можно реализовать, если вы возьмете там галий-арсенит, приложите по... Разрежете галий-арсенит как-то по диагонали, приложите магнитное поле вдоль плоскости, что-то такое. Вы можете реализовать такой гамильтониан. Но фокус состоит в следующем, что если опять... Если вот этого вот нету, то вот эта история с топологическим изолятором, которую я вам уже рассказал, то у вас возникают... Ну, фактически это одна и та же картинка. Эту рисовал Томи, а эту я когда-то рисовал. Но это одна и та же картинка. Потому что вот два дираковских конуса. Есть зелененькие, это те состояния, которые в плоскости могут течь. Они... Тут есть щель, поэтому в плоскости ничего не течет. По крайней мере, теоретически. А на поверхности у вас либо состояния, которые движутся слева направо, либо справа налево с разным спином. Вот. И вот это здесь нарисовано. Значит, красненький, допустим, со спином вверх, а синенький со спином вниз. Значит... Значит, опять вот... Когда вот это вот есть, этого нет. Давайте вот это вот включим. Давайте это включим и сделаем его... Его... Вот эта картинка жира, это ситуация обычная? Это обычный топологический. Это тривиальный топологический изолятор. Тривиальный топологический изолятор. Дальше давайте добавим вот эти вот. Ну, понятно, что мы их сделаем там достаточно большими. Оказывается, что спектр задачи выглядит... Ну, опять, поскольку вся моя подготовка, я просто готовые картинки откуда-то срисовывал. Это из диссертации Томи. То он сюда хотел много поместить, поэтому важная вещь не раздута. Но идея видна. Смотрите. Что у вас возникает? То, что было двумя дираковскими конусами. Они остаются... Зелененькое, это то, что в объеме. Ну, или в плоскости. Тут у вас есть щель. Но у вас возникают два состояния, которые бегут в наклон один и тот же. Которые бегут в одну и ту же сторону. Да? И вот это уже ситуация абсолютно чистая. Потому что здесь, даже если у меня есть магнитные примеси, рассеяние назад убито, потому что просто некуда рассеяться. Потому что есть квантовые состояния, которые бегут только в одну сторону. Нет квантовых состояний, бегущих в противоположную сторону. А нету. Их просто нету. Вот решая задачу. Они по энергии не выгоднились. Ну, они ушли куда-то далеко. Их нету. Если ты химпотенциал вот здесь поставил, ну, не забывай, что это фермионы у тебя есть... Ты им энергию сдвинул. Вот тем плохим, так сказать. Ну, немножко хитрее. Потому что если бы они были вот такие, если бы я просто сдвигал энергию, он бы все время был. Это немножко хитрее, чем просто сдвинуть энергию. Если мы будем плавно включать два последних членов, как одна картинка эволюционирована? Вот это фазовая диаграмма. Вот это фазовая диаграмма. Это фазовая диаграмма задачки. Вот если я меняю вот эти дополнительные параметры. Сейчас, можно я отвечу? Сейчас, Игорь, я отвечу на этот вопрос. Это фазовая диаграмма этой задачки. Значит, ну, опять, история про висмут-телурат. Висмут-телурат, да? Но я просто на уровне идей рассказываю. Значит, если я сижу вот здесь, вот эти маленькие, гамма-маленькие параметры, все так, здесь у меня простой... Да, n, это число, число вот этих краевых состояний, которые в одну сторону движутся. Если n положительное, это, допустим, по часовой стрелке, она отрицательная, против или наоборот, я не помню. Вот. И это, одновременно, это черновский инвариант. Я потом скажу немножко, ну, поскольку теоретический семинар, у меня есть один слайд, что такое черновский инвариант. Но к физике это никакого, забудьте это. К физике что имеет отношение, что вот они бегут в одну сторону. Может быть, простой вопрос на балк, это сколько, и граница это сколько, может, чтобы реализовалась эта ситуация? Ну, это уж как, опять, на бумаге, или чтобы они не туннелировали, в смысле, из одного края на другой. Но это зависит, это зависит от того, смотрите, какую вы щель здесь сделаете. Вы, если вы сделаете щель хорошую, здесь щель, то состояние, в балк будут затыхать экспоненциально очень... Какие стяжки я взял? Какая картинка будет? Чтобы мне узнать эти состояния, они вообще... Когда они вообще появятся? Ну, когда я могу считать, что есть балк и граница? Ну, еще раз, у вас будет туннелирование, которое пропорционально вот тому, как затухает, ну, грубо говоря, как затухает это в щели. Ну, конечно, на любом, конечно, это уж как вы... То, что я сейчас рассказываю, идеи. Есть ли такая реализация хорошая? Нету. Висмутилурат, ну, вот, как-то работает, но не очень хорошо. Не-не, ну, это зависит, это опять зависит. Если обычно... Мне нужна сильная спинорбита. Мне не нужна, правильно? Для того, чтобы щель, значит, оправление нормальное. Ну, опять. Нормально, она тебя... Сильная, ну, самая сильная спинорбита, которую я знаю, есть соединение, где-то спинорбитальная щель полуэлектрон-вольта. Где она эта спинорбита чувствует? Если... Сейчас, минуточку. Если сделаешь полуэлектрон-вольта, но это в других соединениях, к сожалению, но бывает полуэлектрон-вольта. Полуэлектрон-вольта, это будет 2-3 шага решетки. Эффективно. 2-3 шага решетки. То тогда это нормально, с этим можно жить. Но, к сожалению, это не в этих соединениях... Ну, то есть это... А здесь нет вопроса. Ты же не хочешь это использовать для того, чтобы энергию передавать. Это же для электроники. Тут, в принципе, ты можешь сделать транзистор на одном электроне. Его. Лучше всего. Зачем тебе критический ток здесь? Какой? Не, ну люди умеют работать. Транзистор с одним электроном нет проблем. Умеет работать. Если вы очень маленький, если вы очень маленький троп, тогда вы можете, чтобы... Заряд электронный конечный. Поэтому, если на научных субчатках работают, то что может быть увеличиваться? Ну, Олег, я... По-настоящему я не могу ответить на этот вопрос. Но я знаю, что... Ну, конечно, критический ток для обычных светопроводников это важный вопрос, потому что там хотят передавать энергию, а не электронику делать. А здесь все хотят сделать транзистор на одном электроне, да еще и без диссипации. Это проблема тоже есть, потому что современные процессы это в стране. Ну, ты знаешь, вот я не могу ответить на этот вопрос. Но то, что... Меня учили, что если диссипацию убить, то станет много лучше. Но в чем я почти не сомневаюсь. Насколько лучше, я не знаю. Насколько... Я не могу ответить на этот вопрос. Да, ну, да. Вот отвечай сейчас, Рома. Отвечай. Значит, если я кручу, я перегоню в эту фазу. Я перегоню в эту фазу. Можно я пройду дальше, иначе больше часа это нехорошо. Какая ситуация возникает? Вот он с собой оба бегут, спина... Ну, это связано опять. Поскольку гамильтинян Тенни инвариантин, то реально это означает, что я так или иначе прикладываю какое-то магнитное поле. Оно может быть в плоскости, оно может быть слегка косое, это зависит от конкретной реализации. Внешнего магнитного поля такая ситуация... Невозможно. Потому что я с самого начала сказал, в предыдущий слайд, что здесь мне нужно явно нарушить... Ну, понятно, что мне надо явно нарушить... Там это не параметр материала, а еще от магнитного поля зависит. Ну, либо от внешнего магнитного поля, либо я в материал добавил... Допустим, на материал положил, это двуэферный материал, я положил пластинку феромагнетика. Просто тебе заполяризовать немножко. Да, мне нужно немножко заполяризовать, да. Мне нужно немножко заполяризовать. Для обменной прямописи. Значит, да. Слушайте, ну, я, наверное, я, наверное, опять, я специально для Вити Черника это приготовил, почему это Черновский изолятор, потому что, ну... Короче, это можно переписать, вот всю эту науку. Это фактически когда-то Таулис и компания сделали давным-давно для квантового холла, а тут все переписывается один в один. Один в один, то оказывается, что, ну вот, если вы введете волновые функции в балки, введете, значит, соответствующее калибровочное поле в импульсном пространстве, это когда-то Берри сделал, и введете тензор этого калибровочного поля, то оказывается, что вот это число краевых состояний, это точно черновский вариант, который соответствует этому калибровочному полю. И вот это, поэтому это и называется черновским изолятором. Трехмерный черный? Нет, двумерный. В трехмерии это нереализуемо. В трехмерии нету черного. Наоборот. Ну, хорошо, мы потом поговорим. Вот, и поэтому это называется черного. Но вся основная физика состоит в том, это математика, а вся основная физика состоит в том, что у вас есть состояния, которые бегут по краю. Теперь, у меня немножко будет совсем. Вейлевский металл. Что такое вейлевский металл? Вейлевский металл, опять их, ну, у меня какие-то примеры есть, потом конкретные соединения. Значит, во-первых, они трехмерные. Я вот говорил про двумерные сейчас, а вейлевский металл и трехмерные. И как эти соединения устроены, что у вас есть два конуса, два дираковских конуса. И эти дираковские конуса, конуса, они опять, у вас есть зона брюллена. Один конус в одной точке импульсного пространства, а другой в сопряженной почетности, ну, допустим, Ка-Ка. То есть у вас как бы два партнера, два партнера почетности всегда. Так же, как в графине. Но здесь это трехмерная ситуация. Значит, ну и гамильтониан, опять у меня не помещается, но гамильтониан обычный дираковский. С точка П. С точка П. И поэтому это точно как вейлевская нейтрина. И тут с этим ничего не сделаешь, потому что, если в трехмере я напишу С точка П, я щель не могу так просто ввести. Просто кинематически у меня нет возможности ввести щель. Поэтому вейлевские металлы, они полуметалл. Ну, зависит от того, где я химпотенциал поставлю. Но обычно если здесь, то он, он, значит, значит, ну, он принципиально трехмерный и принципиально бесщелевой. И, смотрите, число полных состояний такое же, как в уравнении дирака. Потому что у вас есть два состояния здесь и два состояния сопряженные почетности. То есть это нормальный вейл. В каждом конусе это нормальный вейл. Значит, ну вот я, 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 а, вот я говорю, что это вы, ну, по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по. Сейчас. Процессы переброса. Правильно. Любая примесь, так же как в графине, любая примесь перебрасывает. Но известно, что перебросы, так же как в графине, чтобы из конуса в конус перейти, мне нужна примесь, которая совсем точечная. И к счастью, таких мало. Почему у графина высокая мобильность? Таких очень мало всегда. Это надо сильно испортить материал, чтобы это было существенно. Не совсем. Не совсем. Ну ведь давай я специально слайд для тебя, мы потом можем поговорить. Потому что, ну понимаешь, вот этот топологический, ну кого колышет этот топологический инвариант в конце концов? Вот число состояний важное, сколько и как они движутся. Правда? А про это мы можем потом пообсуждать. Значит, опять. Это неон Вильевского металла отличается от графина. Трехмерный. То есть ты будешь тем, что П трехмерный вместо двумерного? Значит, вот я написал две трехмерные вместо двумерного. И С это настоящий спин, не псевдоспин. Настоящий спин. То есть это настоящая спин орбита. Когда слово конус произносится, это уже не совсем? Ну, хорошо. Но я не могу нарисовать. Трехмерный конус я не могу изобразить. Это выше моих возможностей. Но это трехмерный. И раз трехмерный, то щель уже кинематически вести никак нельзя. Он настоящий безмассовый, как нейтрино. Значит, ну вот это Вильевские металлы. Это уже никак не связано. Это никак не связано с током без сопротивления. Тут я все, что я знал про током без сопротивления, я рассказал. Но поскольку это теоретический семинар, я последняя картинка. Я хочу рассказать про киральную аномалию. Слушай, в принципе, невозможная реализация никак со спином не связана. Например, у меня там сверхпроводник первого в магнитное поле. У тебя внутри только нет, потому что у тебя внутри не может быть магнитного поля. А по порядку сетей, внизу, то хорящие идут. Что-то есть. Что-что-что? Еще раз скажи, пожалуйста, я пропустил. Первый раз в сверхпроводнике. Включаем в магнитное поле. Да. У тебя текут порядок сетей, для того, чтобы внутрь магнитное поле не проникли. То есть, ты только не можешь. Ты можешь много разных вариантов предположить, чтобы у тебя текли порядок сетей, не затухающих. Это правильно, Саш. Но опять, тут я со сверхпроводником, таких возможностей куча. Это нюансы у сверхпроводника. Нет, не нюансы. Потому что, что драйвит все это поле? Там работает сейчас тысячи, ну, уйма людей. Что драйвит? Со светпроводником из-за длины корреляции ты не можешь сделать электронику. Это уже технические детали. Ну? Потому что это, в принципе, не противоречит никакой диарею. Нет, ну, со сверхпроводником ты можешь сделать все, что хочешь. Это не вызывает сомнений, да. Это не вызывает сомнений. У лоба заряда, то, по-самому, если есть магнитная поле, это еще одна из-за длины. Конечно. Ну, магнитная поле тоже там, внутренние, там они все таки поскладывались в магнитике. А в проекте есть? Да нет, ну, со сверхпроводником это известно уже, там, я не знаю, сколько лет. Но в магнитике у тебя же как магнитик устроен? У тебя есть, например, плотность магнитного момента. Значит, если ты микромагнитик будешь контрискладывать, они все нужны. Но они не... Магнитности у тебя будет, как говорится. Совершенно верно. Но одна неприятность, одна неприятность, что единственный способ контролировать этот ток, переполюсовать спин на магниченность. И это всегда стоит, это всегда связано с диссипацией. А здесь ты можешь сделать без диссипации. Еще раз, ты совершенно прав. Обычный феромагнетик, я могу как? Ну, объясняем студентов. Что все токи внутри скомпенсировались, течет ток снаружи. Абсолютно диамагнитик и диамагнитик. Хорошо, диамагнитик, да, да. Но проблема в том, проблема в том, что ты, если ты его хочешь изменить, Если ты его хочешь изменить, ты, ну, вот в этом компьютере так все работает, память так работает. Но если ты хочешь изменить, к сожалению, ты тратишь много энергии. А здесь, в принципе, ты, ну, в теоретическом пределе не тратишь ничего. А вот весь этот бизнес со спинтроникой, где там тоже, так сказать, можно управлять всем, ничего не тратить. Ну, ну, во-первых, это тоже часть спинтроники, ты можешь сказать. Но, во-вторых, там действительно есть идеи спиновых транзисторов, но это другая история. Ну, правильно, да. Но это другая история, Саш, ну, я, я, это самое. Это другая история. Какие-то аккумуляторы обещали сделать? Ну, обещали. Ну, я, я обещал рассказать про идеи. Я рассказываю про эти идеи. Последний, вот этот мой последний слайд, это, ну, хорошо, заключительный слайд, это киральная аномалия, который, ну, мне хочется что-то про теорию рассказать. И многие из нас, там, в университете учили про киральную аномалию, киральный брейкин, там, распад пемизона на два гамма-кванта, которые там, это есть киральная аномалия. И, и потом, вот, ну, вскоре после того, как вот это, это, ну, да, она еще называется Adler-Beld-Jackieven Anomaly, да. И, вот, вскоре после этой оригинальной работы Adler и компании, вот, появилась эта работа из Копенгагена, которые, которые эти люди, вот, по-простому объяснили, что такое аномалия. Что такое эта аномалия. И на эту работу никто не обращал внимания, вот, ну, вот, буквально до последних нескольких лет, когда стали эксперименты, реально с этими соединениями стали делать эксперименты. Эксперименты сделали, ну, вот, допустим, вот, для этих, вот, для этих вейлевских металлов. Для этих вейлевских металлов. И вот это очень красиво. Значит, в чем состоит киральная аномалия в вейлевском металле? Значит, опять, у вас есть два дираковских конуса, трехмерный вейлевский металл. Вейлевский металл всегда трехмерный. Два дираковских конуса сопряженных почетности. И оказывается, что если вы, ну, вот это, вот эта работа, Adler-Beld-Jackieven, значит, Представьте себе, что вот у вас здесь так устроен химпотенциал. И у вас есть полное число электронных. Вот эти все заполненные состояния в левом конусе и все заполненные состояния в правом конусе. И эти конуса, еще я повторяю в десятый раз, сопряжены почетности. А дальше вы берете этот металл, прикладываете к металлу маленькое электрическое поле и маленькое магнитное поле, параллельное. И что происходит? Оказывается, вот электроны отсюда начинают качаться сюда. Но они качаются вот так вот, через где-то там далеко-далеко внизу по энергии. И вот это вот, вот это вот, прямо знаменитая формула для этой аномалии с универсальным коэффициентом. И то есть это означает, что, ну это тут производная по времени, если я проинтегрирую, то разность, вот я электроны отсюда перекачиваю сюда. Пропорционально, вот сколько я держу это поле, я столько накачаю. И вот эта аномалия утверждается прямо, ну вот некоторые энтузиасты, ну вот там несколько статей в САНСе опубликовано, они утверждают, что это наблюдено. И вот этой... В распаде Пи-0 это наблюдено. Ну, понимаешь, в распаде Пи-0, в распаде Пи-0, значит, ну тогда уже не в распаде Пи-0, а в распаде кого-то мортопозитрония, паропозитрония, у которого с Пи-0 на два гамма-кванта. Там не аномалия, там обычный распад, но на аномалии это топ-заряд. Хорошо, да, ну в каком-то смысле да, но там немножко другая ситуация, но вот как-то... Вот меня это греет, и как-то большинство людей, которые в этой науке работают, это греет даже тех людей, которые из частиц пришли. Вот эта вот такая простая картинка очень сильно греет. Вот, значит, ну, собственно, да, вот это вот конец истории, значит, что вот электрический топ без диссипации и без сверхпроводимости возможен. По крайней мере, на бумаге это не противоречит квантовой механике. Значит, физика вот этих квантовых материалов, там совершенно много чего есть. Много чего есть, и там просто все идет со свистом. Ну вот, и что? Эффекты взаимодействия. Все, что я рассказывал, электроны друг с другом не взаимодействовали. Эффекты взаимодействия – это полностью открытая проблема, практически полностью открытая проблема. Ну, например, даже вот такой хорошо изученный графин, по которому прошли там десятки тысяч человек. Известно, что в графине, смотрите, в графине эффективная постоянная тонкая структура альфа. Она примерно 1,2-1,3 экспериментальная. Дальше есть теоретические предсказания, ну, много, куча теоретических предсказаний, что при альфа примерно 0,7-0,8 в графине должен произойти какой-то, ну, такой спонтанный брейкинг. И вот простое состояние должно в очень хитрое состояние типа кирального вакуума перейти. Однако он экспериментально ведет... Что такое киральный вакуум? Ну, вот как пемизоны, когда есть киральный брейкинг. Когда есть киральный брейкинг. А графин экспериментально ведет себя идеально, как невзаимодействующий газ. Более того, люди увидели, ну, экспериментально, поправочки за счет этой альфа. И эти поправочки за счет альфа. А альфа при альфа равном 1,2 идеально согласуются с тривиальной однопетлевой теорией возмущений. Вот. Вот. Почему? Почему? Абсолютно непонятно. Всем хочется теперь графин загнать каким-то образом до альфа-двойкой. И посмотреть, а где же он рухнет, простой графин, простой металл. Но вот его загнать в двойку очень трудно. Ну, вот, собственно, это конец. Но я хочу сказать, что вот это очень интересное поле, которое не покрыто. И спасибо. Все. Вот. Что касается незатухающих токов, то молекулярные токи, токи на магнитчике, по-видимому не затухают. Ну, это вот то, что Саша говорил. Опыт Эйнштейна газа был проверкой того, что эти токи не затухают. Абсолютно. Это вот то, что Саша говорил. Да, они, конечно, магнит взял. Это и есть геральку вакуума. Посмотрите, вон он, пожалуйста. Это психология. Правильно, правильно. Вот и по пробетке. Абсолютно. Но, к сожалению, манипулировать этим нельзя. Манипулировать этим нельзя. Ну, вот в этом компьютере таких токов дофига. Там вся память так устроена. Но когда манипулируешь, платишь... Активная спина и затухающий ток. Правильно? Так, нафига ты его не вытащишь. Каким образом можно вот эти токов? Вы не знаете, что это хорошо-то и не скидывает. Магнитное поле, что ли? Не, ну, магнитное поле, напряжение прикладывать. Ну, делать вот... Ну, вот есть какие-то предложения, как делать... Ну, черновские изоляторы, это, по-видимому, вряд ли можно, ну, на данном уровне технологии серьезно обсуждать. А топологические изоляторы люди надеются довести до комнатных температур и до этих. Ну, тогда, ну, прикладывая напряжение... Магнитное поле даже не нужно. Напряжение, ну, может, примеси... Для черновского там облома не нужно, но... Для черновского нужно, но я говорю... А если сюда примеси внедрите, то они опять будут неуправляемы? Не, 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 сейчас. Как, 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 как? Вот этот висмуттелурад, как я говорил, как он устроен? Он устроен... Берется тонкая пленка висмуттелурада. По площади этой пленки разбросаны эти хромомагнитные ионы. Эти магнитные ионы, они, поскольку там страшная кристаллическая анизотропия, они не могут флипаться. Он вот как магнетик, он смотрит в одну сторону. Он не может флипать. Я не хочу их флипать. Вот это как бы они стоят. А теперь вот ток, который течет по периметру, вот им я могу теперь управлять, прикладывая какие-то потенциалы. Я не хочу флипать спины. Нет, нет, нет. Олег, тебе нужно, конечно... Нет, Олег, тебе, конечно, нужна щель большей температуры. Тебе нужна щель большей температуры. И это само по себе большое. Известные материалы, где спин орбита, индуцированная щель до полувольта доходит. Полувольта. Но, к сожалению, известные материалы, но они не являются топ-изоляторами. Но тут, Олег, как бы всегда вопрос. Про температуру или какой эффект? Либо отель, либо церковь ратики на Эпсовом ферме. Тут надо разбираться. Может быть, температура не фатальна? Не-не-не. Что я говорю, фатальна... Не-не-не. А у тебя нужна связь с фатальными? Нет. Если у тебя есть конус, температура абсолютно не фатальна. Что я говорю, фатальна, температура может балкнуть, то, что называется, в объеме, разбить объем. То, что если она начнет в объеме через щель перебрасывать носители. Это будет фатально. Поэтому мне нужно иметь щель в объеме больше, чем температура. А еще, возможно, такой вариант. Когда у тебя в этом, когда балка заводится на доменах, у тебя будут токи попадаться с доменов? Может. Может. Не, ну это отдельно. Может. Еще дверки сейчас делают люди, кто бы завязывал. Может. Может. Ну, опять, это не анти... Вроде это не антинаучно. Вроде можно сделать... Можно сделать... Люди умеют делать балк. Ну, в общем, что-то умеют делать. Но реально... То есть, это не антинаучно. Это... Ну, вот видно, что, по крайней мере, на бумаге это можно. Книжка, ну, как можно... Как есть состояние витаминов, да? Ну, да. Ну, обычная, как бы, себя. Нет, ну, нет. Все хорошо. Вот, давление у нас. Ну, там, давление. Что-то, что-то, что-то... Если вдоль себя, ну, обычная. Да, как мне говорили, что куда-то. Да, потому что это слабенькое. Я думаю, я сказал, что черн, в данный момент, по-видимому, в черн не сильно, не сильно... Ну, если говорить... Насколько... Все, что я знаю, что люди, которые пытаются сделать какие-то практические вещи, они, конечно, нацелены в основном на топологические изоляторы. Ну, если ты говоришь, что тебя 05, или снова, боль-то, анастерапия, да? Сейчас, можно я отвечу? Черн это... В данный момент черн это скорее... Ну, черн это довольно недавнее изобретение. Топологический изолятор 10 лет назад появился. Черн это, ну, вот, я не знаю, там, несколько... Несколько лет назад. Поэтому экспериментов с чем... Вот есть один вот этот Висмут-Тилурат, который вроде говорит, что это так. Но в данный момент это не... Ну, мне кажется, не сильно реалистично. Я знаю, что все компании, которые вкладываются, они скорее в топологические изоляторы вкладываются. Ну, просто характерный параметр, что изобразительство частицы в топологии, он такой же, как вот и во море, там, сильно измениться не можно. Нет, это... Фактически, если мы смотрим соответствующую энергию, витой, то, опять, получится несколько десятков тестов. Нет, ну, Олег, смотри, здесь вместо этих тестов спинаржика. Да. Но вот если спинаржика одна десятка и троугольника, это, конечно, очень многое, но бывает. Если в тесну перевести, это сколько? Да, нет, там, там. Соня там, ну, 50, может быть, да? То есть, потом, она вместо нее работает, нормально? Нет, ну, Олег, я ответил, что... Я ответил, что черный, это в данный момент скорее игра ума, но уж больно красивая игра ума. Топологический изолятор люди реально хотят. Я знаю, вот несколько групп, которые там очень хорошо финансируемы, хотят, ну, по крайней мере, говорят, что вот мы, может быть, сделаем. Может быть, сделаем. Ну, такие, которые уже для настоящей электроники могут быть применимы. Ну, во-первых, не такое безумное. У них там, типа, 10 миллионов в год финансирования не сильно много. Вот, значит... Ну, ты знаешь, Саш, это, как ты понимаешь, не моя специальность. Антонио мне показывал вот такой вот кусок... Человек из Бразилии тебе еще и не том. Ну, дай скажу, что он показывал. Вот такой вот кусок, значит, графина утверждает, что это идеальный графин вот на таком размере, ни одного атомного дефекта вот на размере 10 на 10 сантиметров. Не, ну, Саш, ты отвечаешь, задаешь мне вопрос, на который я не могу ответить. У них там куча, куча, эти самые, куча денег дает Samsung, LG, я не знаю. Ну, из денег прямо не получится. Чего вы от меня хотите? Ну, я обещал рассказать про идеи, я надеюсь, я донес. И надеюсь, я донес. Вы говорите, что вот эту альку в графине можно регулировать, а каким образом? А, очень-очень хороший вопрос, как ее регулировать. В настоящем графине, вот как... Понятно, что не настоящий. Да, не-не-не, в настоящем графине тоже можно, но только в сторону уменьшения, потому что я беру графин и кладу на подложку диэлектрическую. Ну, тогда она делится на диэлектрическую константу. То есть, меньше сделать можно. К сожалению, больше сделать нельзя, потому что, если он сидит... Вот когда я сказал 1,2, это в вакууме висящий графин. Ну, я не помню. А эффективная масса тоже регулируется? Ну, не сильно, к сожалению, не сильно. Поэтому, поэтому, ну, вот мои надежды на искусственный графин. Что вот в искусственном графине, вот которыми мы там занимались, вот, вот там можно, если делать, эмулировать графин, но это, конечно, к приложениям никакого отношения не имеет. Это такая чисто теоретическая проблема. То там альфу можно догнать до двойки, тройки. Там же везде переменные токи. Еще раз. Может быть, даже из дилектрическая константа, кажется, меньше линия? Нет, ну, на реальных... Почему? То есть, на какой-то частоте? Нет, ну, потому что... А потому что большее, потому что... Сейчас, сейчас. Ну, как она может? Если в вакууме висит двумерная пленка, то электромагнитное поле живет в вакууме, где электрическая константа единица. Надо же положить ее на... Если положить на диалекты, то не выиграешь, а проиграешь. Потому что надо же ее на низких частотах сделать меньше единиц. Надо же сделать на низких частотах меньше единиц. Не, ну... Ну, что, я не знаю. Олег, но все равно какая-то диссипация останется, потому что разность уровней фермеров... Конечно, если я начну оперировать этим, я что-то... А у вас это не будет? Не, не, конечно, но это много-много меньше. Это много-много меньше. Спасибо.